везде записи так сейчас здравствуйте 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 сегодня 18 мая 2016 года каналах подготов программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной студии сергей и валерий у нас прямой эфир вещаем из саратов с волги из россии до 5 ноября семнадцатого года то есть до новой исторической эпохи осталось пятьсот тридцать пять дней в общем не так много так что так там что-то хотели бы объявление какие-то сделать сергей ты хотел да дорогие друзья у нас в преддверии праймерис в преддверии нашей предвыборной кампании скажем так вернее она уже идет полным ходом у нас появилась страница вконтакте вот страница называется за вячеслава мальцева прямо сейчас вы можете добавиться в друзья она есть в ссылках в описании к этому видео то есть прокручиваете немножко вниз там будет ссылка на эту страницу вот собственно там будет появляться информация что самое главное там будут со временем появляться агитация которую вы можете распространять то есть баннеры постеры которые вы можете ну либо и постить банально да по своим страницам показывать друзьям товарищам и сейчас нам вот как раз в преддверии праймерис за последние дни нужно максимально на все силы привлечь репостить и в общем-то вот агитацию нашу предвыборную распространять поэтому подписывайтесь на нашу страницу вконтакте и делайте репосты да то есть нужна ваша помощь для того чтобы так сказать рекрутировать тех людей которые может быть совершенно не знают о том что происходит вот этот праймерис о том что в общем то о том что необходимо помочь а вы и можете донести то есть своих группах там где вы работаете где общаетесь это очень было бы хорошо насколько времени назад я сделал это объявление на наверное секунд 30 до прошло 42 человек подписались классно спасибо большое спасибо и подтягивайте во всех чатах везде пропагандируйте нам нужно на этом праймерис обязательно победить дело не выбором дело именно в этом праймерис то есть наша задача сейчас объединить оппозицию оппозицию можно под кем-то только объединить то есть под теми людьми которые ставят во первых реальные задачи а вторых во вторых понятный почему потому что понятно ну реальную задача она должна быть всегда понятно может конечно поставить реальную совершенно непонятную задачу да может быть она и будет реальным она не будет понятно а здесь все понятно ну и вот спрашивают люди в чате за экстремизм не посадят а в общем то что что мешает доблестным сотрудникам полиции как-то вычислять нас на канале в том же самом чате или в контакте разница в общем то нет абсолютно нет и огромное количество людей какие всех за экстремизм во первых не посадишь во вторых ну я не думаю что у них есть такое желание если бы у них был такой желанием об это увидели у них я думаю нет желания с нами связываться вообще и чем ближе к пятому одиннадцатому тем меньше будет возникать такого желания связываться с вами поэтому давайте уж быть реалистами они там лучше пойдут какого-то за перепост возьмут посадят десятерых за перепост посадить чем здесь здесь реальная борьба здесь можно реально насадиться причем так насадиться что рискуешь своей башкой рискуешь своей семьей зачем им это нужно вот они сейчас нас слушают они они каждый раз задают вопрос тот который я задаю путину мне это вот так и они спрашивают они сидят а пишут что-то какие-то отчеты и задают этот вопрос каждый из них понимает что может насадиться очень сильно давайте по темам чего у нас тут в дицентре скачался еще один пациент даст в энгельсе в сараты в диагностическом центре еще один умер ему ввели внутримышечно ледокаин это вообще на самом деле требует очень глубокого расследования на мой взгляд потому что первый человек где центре который умер но которого откачали это наш очень большой друг саша иванов и никто не занимался этим делом то есть он пришел у него был чирий ему укололи 11 кубов ледокаина и он там помер да его откачивали откачать причем тот врач который уколол убежал откачивал совсем другой откачали и все ну прошло это как вот без последствий без каких бы то него потом в марте умер человека еще может быть ну каких-то вещей не знаем совсем умер то есть если сашу откачали то этот умер и сейчас вот сегодня вчера вернее 67-летний тоже умер а ему укололи ледокаина что происходит вообще я понимаю когда укололи там какую-то каплю ледокаина ну у человека непереносимость анафилактический шок да но это же никакой не анафилактический шок это какая-то херня а я так понимаю хотя и не врач поэтому на я прямо почему туда не лезут никто потому что ну а есть так сказать информация о том что там радаев крышу этот делу поэтому вроде как пусть помирают до радаев зато крышу странная какая-то ситуация совершенно странно вот и вот насчет крыши радаева я уж не знаю за что купил за что да зато и продаю я знаю только что на каждом саратском рынке сейчас куча лежит рыбы с икрой то есть ловить рыбу нельзя это браконьерство на каждом рынке полно рыбы если выйдешь с удочкой тебя посадят в тюрьму а волгу тралют сейнеры причем тралют там каким-то кошельковым методом вытраливают все на свете эту корную рыбу и рассказывать что это большие друзья радаеву занимаются этим то есть большим друзьям радаеву можно вытраливать волгу а дедушкам каким-то для бизнеса для бизнеса а дедушкам каким-то которые там на удочку ловит что прокормиться нельзя рыбку маленькую поймать да мы рассказываем эту историю когда из паристанного с берега волги человек которого оштрафовали за то что он для еды себе ловил рыбы он ходил в дубки где его судом оштрафовали за браконьерство пешком 18 километров почему потому что не не было денег на билет а это пенсионер так что жуть какая что происходит просто но это уже край первоклассник из кыш тыма раздал сверстником здесь 29 тысяч рублей меценат мецена цена будет такое название теперь кыш тымский мальчик то есть человек который обладает ну так сказать вот раньше были прикол такие там сверх наглость сверх шум там сверх глупость да и так далее вот а это сверх щедрость до кыш тымский мальчик это будет так сказать как это выразиться забыл слова ладно они обозначение обозначение сверх щедрости будет называться кыш тымским мальчиком то есть первоклассник пришел домой взял зачем-то у мамы 229 тысяч спустился вниз и раздал во дворе детям причем после того как он это сделал он решил что его могут наказать испугался и оставшуюся часть денег утопил в болоте вот это вообще жесть новосибирске снесли памятник колбасе установлены 90-х годах в кировском районе города для даже памятник колбасе снесли чтобы никто даже и не думал про колбасу но вообще странно конечно представляете то есть установили я понимаю что дурацкие памятники по устанавливали по всей россии да там перми ок соленые уши памятник букве его там я не знаю здесь какого-то придурок с гармошкой сидит на проспекте а другой под часами стоит там памятник колбасе опять же но раз установили пусть это это стоит а у нас так устанавливают что-то потом сносит бутылка шампанского у нас стоит заводском районе в принципе то чем не памятник перед отделом милиции сирийского депутата задержали у метро в состоянии наркотического опьянения такой молодец депутат говорят принял амфетамин хотя я не знаю я помню меня самого задерживали и восстанавливали машину в которой находили наркотики и пистолет до через полтора часа после задержания на сиденье обнаружили пистолет по правда дело возбуждалось только против тех ментов которые это сделали ну по той простой причине что они все подбросили но в данном случае я посмотрел тут такое ощущение что не подбросили что человек все-таки его штырило немножко он там веселился да но я представляю как его тяжело было под амфетамином задерживать его штырит он вот такой вещь как один мой товарищ нажрался вот такого порядка таблеток шел по проспекту да нет река захот докопались он так взял так и все они все упали и он пошел дальше такой веселый вода 4 так что депутат я думаю тоже также повеселился саратове подозреваемый смыл в унитаз том уголовного дела классика вообще классический вариант в саратове это происходило вот на моей памяти ну я не знаю на десяток раз как минимум причем в следственном изоляторе и почему-то ни для кого не стало это наука я думаю что но когда то что может произойти все знают что это может произойти это происходит ну значит как-то наверное попустительство было может быть таким злонамеренным я бы сказал да ну или пофигу было там следователю ну смоет он и смоет это дело исполнителя фекальной атаки на курганских гаишников нашли в колонии есть видео в ю тубе очень смешной где выпал там дерьма выплеснули какой-то дерьма демон такой как в догме до выплеснул на гаишников дерьма они выскакивают из машины кричат стой стрелять буду но он убежал и через год расследование привело в колонию где отбывает наказание человек за убийство вы можете поверить что человек отбывающий наказание за убийство совершил вот эту фекальную атаку я нет скорее всего ну человеку посоветовали взять это на себя почему бы ему не взять но представь он и так за убийство сидит а еще тут у как какой подвиг ментов говном облил вообще молодец то есть к сроку ничего ему за это не прибавит но зато авторитетный авторитет повысится очень сильно поэтому я на 90 процентов убежден что это не тот человек который такой атаку произвел а тут я надеюсь повторить до 9 атака 9 11 по кургански пожар на заводе резиновых изделий в астрахани локализован да ну там я не знаю потушили его или не потушили вначале писали 2000 квадратных метров потом еще больше короче горит резина очень большие специалисты по резине стали говорить что выделяется фазген и выделяется диоксин не ну как какое-то количество да мы в общем это знаем но самое интересное что я нашел сообщил мчс о том что просит закрыть окна и двери я сразу вспомнил детскую страшилку про гроб на колесиках помните когда надо было обязательно закрыть окна и двери а там но в разных вариациях мальчик девочка там кто еще там не закрыли в общем все было очень плохо гроб на колесиках нашел их и и был очень очень фигово вот а вот это вот закрыть окна и двери я так понимаю что это такой с детства штамп оставшиеся у мчс ников там вот гидрометеор метеорологи забайкалья к сильному ветру готовится 9 19 мая тоже просят плотно закрыть окна и двери это вот я говорю как он стал устоявшиеся наверное откуда-то из детства что как можно людей напугать нужно сказать что особенно тем кто слышал рассказку про гроб на колесиках рассказать про окна и двери все они скажут эти мчс нике они хорошо работают они вон нас как предупреждают пассажиры сообщили о пожаре на киевском вокзале ну там какая-то я понимаю электричка задымилась вчера и вообще вчера много событий к про который мы не рассказали потому что еще не было информацию трое рабочих получили травмы упав котлован на западе москвы удивительно 20 метров представляешь они пролетели и получили травмы тут с 20 метров люди в воду падают у нас он с моста прыгают они убиваются насмерть а эти в общем то такие молодцы и очень надо пожелать им здоровья вот и в саратове дети вчера съели луковицы камыша и отравились из благополучной семьи вот тут скандал такой сейчас этих родителей собираются к ответственности привлекать но самое интересное детям 7 и 10 лет двоим по 10 лет одного мальчику 7 и они съели луковицы для того чтобы галлюциногенный эффект получить то есть они знали что можно я не знаю что можно жрать камыш и от этого накрывает да вот эти дети 70 лет они знают они съели и попали в больницу бред какой-то вообще но мне кажется кто-то пошутил на тему и на спортом сажали эти луковицы не далек от мысли как как говорит вячеслав мальцев я далек от мысли что дети наркоманы семилетние живут камыш какая слишком мутная история не знаю я вот в школе где у меня учил сын причем самых младших классов там сожрали какого-то дерьма тоже там так приштырил у всех это же давно было ты там каких-то семян они съели даров и скандал тоже был неимоверный причем мы вообще не знали что такие семена я в общем-то очень неплохо биологии увлекался всю жизнь знаю и все ядовитые как но не все но большинство ядовитых растений то есть стоит стоя в сочи я как-то думал приколоться вот стоял на одном так сказать пятачки рядом с гостиницей жемчужина и 18 растений вокруг ядовитых нашел представляешь ну там олеандр там и тис ягодные каких только не был то есть ну в разной степени там олеандр с тисом ягодного особо там ядовитый там кит посленого и ну может быть менее ядовитый тогда ну 18 штук нашел пример а вот этого я не знал что такие семена никак приштыривают кого-то или вот эти луковицы поэтому это особый надо талант иметь годового ребенка подбросили в госучреждение тулы да вот сказали вот причем госучреждение знаешь какой это судебные приставы то есть если мы налоги платим в виде ленточек то я так понимаю это налог такой отнесли туда за должность или за должность по кредиту виде ребенка ну смех смехом ну давал ребеночка подкинули то есть уже здоровый некий жизнеспособный это вот это щечо чего происходит в стороне во владимире подростки избили 13-летнего мальчика инвалида то есть мальчик играл в песочнице у него инвалидность и они ему сломали копчик с трясение мозга копчик сломали ну то есть вот та же самая ситуация с тем ребенком инвалидом да здесь какие-то набросились подростки на него трое избили его в общем мы видим да и дальше у нас сегодня будет выпуске тоже новость если ничего не путаю будет новости про еще одного мальчика инвалида то есть это такая целая волна уже с последнюю неделю мы даже не про все говорим новости в данной теме то есть особенно хочется обратиться у кого сейчас дети инвалиды или может быть у знакомых мне кажется надо ну вот именно в ближайшее время в десяток раз более осторожными надо быть до десяток раз безусловно согласен петербурге мужчина не выдержал травли коллекторов жег паспорт и покончил с собой ну не знаю вот я не сильно не люблю коллекторов но вот в данном случае я так понимаю что человек употреблял наркотики убежал какой-то твое до салтыков убежал я из дома в родить по каким-то миром вот так это убежал из омска в санкт-петербург употреблял наркотики потом сжег паспорт потом пропал а теперь его нашли повесившимся ну я думаю что это не первое вот так сказать в списке причин коллекторы не были первыми в списке причин из коллекторов исключить ну так у такой исход все равно был бы возможен но если в отношениях вас будет уголовное дело за доведение до самоубийства я не буду против этого пусть ради бога лишний раз их в подмосковье грабитель нанес себе смертельное ранение во время сопротивления это вчера было нападение такое там на ювелирный салон с какими-то охранниками драка в одного охранника попали другой стал драться и в результате грабитель сам себя застрелил меня далек от мысли что он застрелил сам себя я думаю что в драке просто ну как бы охранник оказался сильнее перенаправил пистолет да вот имеет право зачем ему получать пулю самому то лучше пусть грабитель получит поэтому игру вот эти грабители которые нападают на охраняемые салоны они уже как бы страшно вективны сами по себе вот эти грабители еще охраняемый салон там охранник может быть вооружен может быть не трусом и так далее как у нас на эту напал придурок с ружьем на этот застрелил мужика в этом в каком-то там магазине как он называется оружейный там или какой-то магазин вот масса вещей сейчас по всей россии масса мест где вот эти люди могут совершенно спокойно без применения физической силы к людям но если они решили совершить преступление завладеть гораздо большими суммами во-первых эти банкоматы там ты не имеешь дело с человеком вот он тебе банкомат утащили его как вот мы вчера читали да что в каком-то городе утащили банкомат заменив его на деревянный муляж на джаке над класть к молодцы такие весельчаки туда же вот даже если в наших был банкомату даже не обидишься скажет ну вообще ну ну так молодцы конечно у нас есть еще такой оптимист но я не знаю может это группа оптимистов может это один оптимист который постоянно пытается взорвать банкомат помните он в заводском районе один раз пытался взорвать потом в ленинском потом еще раз заводском ничего не получается он притаскивает газовый баллон накачивать банкомат газом подрывает его и ничего не происходит банкомат не разлетается деньги не вылетают и он уходит то есть мне кажется рад репост это закончится тем что накачает так что развесет весь этот заводский район да вот весь этаж как минимум и это очень серьезные последствия могут быть неизвестные скрылись после наезда на полицейского в москве продолжается такая борьба с полицией да то есть какие-то самые странные тоже представишь люди на мерседесе они пытались как утверждать полицейские снять с какого-то автомобиля колеса то есть до какой степени должны доведены быть преступники чтобы воровать бы ушные колеса вот предположим колеса с дисками самой крутой тачки они сняли хороший почти новый но почем они их смогут продать ну за копеечку да еще они серьезные деньги что ли с этого могут получить скраденных колес с дисками ну за копеечку они продадут то есть люди я к чему говорю то есть то что раньше было просто невозможно то есть несколько лет назад колеса не снимали машины не крали то сейчас мы говорили воровать друг у друга даже копеечку потом когда здесь все закончится ну тогда ситуация несколько изменится вот они сбили гаишника сотрудник полиции который пытался их там выловить ерунда какая полиция привлекает дацико за унижение проституток да дацик опять почудил вообще вот сергей правильно сказал сегодня что дацик на сегодняшний день лучший художник акционист находящийся на свободе потому что павленский у нас тюрьме сидит а дацик пока слава богу на свободе и в общем то это иначе как вот именно акция такая чисто культурно развлекательных художественные не назовешь то есть я понимаю так он пришел в притон выгнал каких-то голых шлюх гнал их по дороге к полиции в одной отнял телефончик чтобы на я понимаю она не могла никого предупредить а соответственно теперь ему наверное хотят там чуть ли не грабеж менять ну я думаю что на на этом они обломаются поскольку тут наверное его сдал телефончик там и полицейским этим поэтому я думаю что здесь не удаст ну какое-то делу вас будет на него безусловно и вот на притон уже делу возбудили каждый чем борется со скукой по-своему имеет право тогда бороться со скукой ничего страшного на самом деле дацик он наверное самый но не самый опасный нет ни в случае не самый опасный но самый непредсказуемый для действующей власти человека потому что он вообще ничего не боится его сажают он там головой разбивает стены откусывает людям конечности то есть вытворяет совершенно какие-то невероятные вещи видимо угрожать ему не получается потому что ну чё ты у него отнимешь него там бизнес что ли какой-то есть или чё ты будешь кому-то будешь угрожать ему бить его не получается то что он сам кого хочешь голову набьет а тюрьмы он не боится все в правосудие в общем-то зашло в тупик то есть дацик это такой неприкасаемый человек не даже неприкасаемый ему все равно касаются его не касается он вот отсидел пять лет вышел опять начал арматурой проституток гореть молодец ну будем надеяться что у него вот этот вот розовый так сказать период закончится как у у каждого у каждого художника периоды вот у нее сейчас проститутки я надеюсь что период закончится у нее какой-нибудь красный например революционный период появится мы на это надеемся очень приглашаем его участвовать в том в той акции которую мы называем 5 11 17 года и от всей души в общем хотим увидеть в наших рядах с удовольствием под волгоградом камаз врезался в автобус пензенскими полицейскими да и вот все тут рассказывают что там поранены и так далее вопрос куда ехали пензенские полицейские через волгоград куда можно из пензы попасть через волгоград на кавказ на кавказ можно попасть я не знаю информации этой нет но скорее всего этих пензенских полицейских везли на кавказ и мы видим что количество полицейских которые туда ездят в командировку их количество увеличилось значительно увеличилось то есть она приблизительно равно тому количеству которое было в двух ты в начале 2000-х годов в пензе вместо спорткомплекса открыли рюмочную как вопрос о пензе да вот полицейские из пензе а в пензе хотели открыть спорткомплекс вернее как проводили слушание общественные насколько я понимаю чтобы выделить землю под строительство спорткомплекса построили ночной бар леди ночь называется ночью а чем не спорткомплекс нормально подожженная павленским здание фсб оказалась памятником культуры так как там сидели многие ее деятели нет вот вопросов нет насчет памятника культуры вопрос насчет двери дверь это памятник относится к памятнику историк культурного наследия вот у нас допустим дом музея родище там все поменяли все окна на пластиковые двери я думаю что в лубянке тоже все двери давным-давно уже поменены это во первых во вторых идея какая представляешь то есть вот пишут что ансамбль архитектурных зданий тыр-тыр-тыр там такие ушусев даже архитектор содержались под арестом здесь в годы репрессий содержались под арестом выдающиеся государственные общественные деятельности вы начальники представить науки и культуры а в связи с этим значит это вот очень важная дверь представляешь то есть пройдут годы и эта дверь будет особо охраняемым объектом потому что ее поджигал сам павленский но если вот по их логике их логике если следовать да то она очень важна эта дверь потому что через нее водили на расстрел там этих деятелей культуры и науки да ну а раз уж вообще просто водили она уже важна тут чё будет и через там 20 лет скажешь сам павленский поджигал через нее ходить нельзя будет она будет отдельно стоять такая вот эта дверь которую поджег сам павленский у нас я понимаю так в следственном изоляторе в саратове тогда нужно из камеры где умер николай иванович вавилов делать музей и туда ходить так соли что музей в следственном изоляторе как отдельно выделенная лестница такая в эту камеру это вообще очень удобно например же звук пропал не знаю пропал не пропал может у кого-то так как в том анекдоте извини как помощь бабушка говорит сынок у меня в телевизоре звук пропал я гвоздиком в ушки ковырялась вот срочная новость буквально нескольких минут назад сми сообщили о захвате заложников московском банке 17 минут назад бред дверями не неси это лохам детям о чем звук пишет нормально ты я тебя перебил ты что хотел сказать я говорю это очень удобно любую вещь призывать памятником культурного наследия из-за ее порчу в общем-то штрафовать там в десятки раз больше написали например 5 11 17 на асфальте выяснилось что по этому асфальту шел путин когда-нибудь поэтому это памятник культурного наследия путин деятель культуры и всего и вас увезли за вандализм не вот самое интересное представляешь у нас очень много обвиняют большевиков там уничтожение культурных памятников но столько сколько уничтожено вот в период с начала 90-го по нынешнее время столько никто не уничтожил ядок в саратове спас сколько памятников безумное количество ты паровую к колбасную кизнеры блок такое очень красивое здание и вот прям целую так сказать реактно по крайней мере 18 памятников серьезно который бы снесли представляешь и вот с 90-х годов сносят но если часть саратове снесли стену это первое крепостную стену первое вообще строение в городе саратове оставили только так называемый московские ворота это они так вот построили здание и и они как-то в глубине так стоят эти московские ворота а стена которой с к ним было она снесена то есть это даже большевики этого не сделала поэтому чё тут говорить они все что угодно могут назвать памятником историк культурного наследия а вот то что реальные есть они сами все это уничтожают и особо не парятся когда им это нужно для бизнеса но бизнесу кучу анамские казаки которые напали на алексея навального и команда фбк в порту города получали из бюджета последние три года десятки миллионов рублей да нам причем казаки прислали сегодня вот на почту информацию называют они кашевого атамана там вот такого мужчину они называют казаки трансвеститом это он организатор всей этой фига не был а этот ну как мы и говорили собственно вот вчера говорили зашить одно место и так далее вот пишут я не знал оказался мне звонят ну ты абсолютно точно все сказал говорят что там десять процентов значит тех казаков которые в анапе они вот с этими дружат а все остальные с ними даже не здороваются но я зачем купил зато и продаю вот у меня письмо висит и что пишут что на средства бюджет казачьей патрули он там организовал что с бюджетом работает что стукачком был таким у кгб еще в свое время двух рынков директор он крепостной и восточный его казаки охранят шлагбаума большом утрише и сука сука хорошее название сука на узкой косе на пляжах в столице благовещенской в поселке витязево и за проезд к морю вымогают от 200 рублей с машины по упорным слухом является фсбшным стукачем еще со времен сср вот так 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 ну и в общем недвижимость говорят у товарища где-то там есть за бугром и работает вот уже не только казаки но и так сказать официальные средства массовой информации обнаружили что вот эти казаки так называемые в кавычках ряженые до трансвеститы что они получают из бюджета бабки очень неплохие миллионы за эти миллионы конечно можно напасти на навального ну разу на то че мы говорили что это мразь и что наш казаки реальные казаки как бы они ответят за это безусловно то есть вот они думают что они так могут себя вести и за это никакой ответственности не будет ребят вы шутите не на я понимаю что это трансвестит чего бояться он даже в нашей тюрьме там будет царить да там среди пидорков но не знаю не знаю валерий федор федотов заявил что нападение на позиционеров создает основу для революции стране да вот не хотелось бы конечно федоров с демократической платформы не хотелось бы шутить так на самом деле не это создает основу не может быть основой нападение на оппозиционеров основу всегда глубже она всегда в экономике лежит да то есть в чем вот что является основой так скажем а вот я прям специально с детской болезни ливизны коммунизме цитату взял ленина которую по всякому уж изнасиловали лишь тогда когда они за не хотят старого и когда верхи не могут поставив лишь тогда революция может победить то есть должна создаться революционная ситуация для революции надо во первых добиться чтобы большинство рабочих вполне поль поняла необходимость перевороты готовы был идти на смерть ради него во вторых чтобы правящие классы переживали правительственный кризис который втягивает в политику даже самые отсталые массы то есть верхи и низы которые не могут и не хотят да и самое главное это некая информированность вот то что происходит сейчас сейчас есть интернет и мы говорили сейчас создались невероятные условия то есть революции вот путин бы был не было бы путина это уже не имеет значения революция и не только в россии она закономерно а знаете почему вот представьте себе ситуацию такую а когда меняются производительные силы производственные отношения не могут оставаться прежними но чистый марксизму так оно и было только то есть существовали общественно-экономические формации ну например там рыбовладельческий строй изменились производительные силы изменились и производственные отношения они стали феодальными и общественно-экономическая формация стала феодальными потом какой-то мужик придумал пар мануфактуры и так далее опять производственные отношения изменили производительные силы изменились и стали меняться производственные отношения изменился общественно-экономическая формация она стала капиталистической капитализм стал почему ну потому что феодализме капиталистическое производство было бы невозможно ну так мир устроен и вот сейчас что происходит представляете производительные силы вновь изменились только от никто не заметил почему-то это не хотят замечать впервые в истории человечества средства производства которые имели всегда имущие классы они перешли в руки не имущий не имущий класс имеет средства производства компьютеры и информационный мир в нем участвует в этом информационном мире не имущий класс по всему миру поэтому в любом случае производственное отношения сменятся и общественно-экономическая формация сменится на информационную у нее даже название нет пока еще никто не придумал но может быть она сменится а потом и название придумают но это уже заложено внутри поэтому кто говорит нет эта система никогда не разрушится она вечно она уже рухнула от системы и уже нет этой системы есть уже будущее мы находимся в состоянии переходного периода и этот переходный период закончится революцией какая она будет я не знаю в том мире я не знаю какая она будет я знаю какая она здесь будет потому что путин здесь понимаешь вот то о чем говорил ленин потому что есть правительственный кризис здесь потому что здесь власть уродов поэтому здесь от закончится революции жесткой а там может быть какой-то мягкой форме но тоже революции но только более мягкой подмосковье уволили медсестру за комментарий вконтакте ну чё тут скажешь ну придурки чем представляешь приехал какая-то комиссия которые посмотрели палаты для ветеранов великой отечественной войны а медсестра написал что это вовсе не палаты для ветеранов как их представили а в общем что это бутафория ну как и все здесь ее за это уволили ну то всю россию надо увольнять что пообещаем вот этой медсестре пострадавшие 25 лет человек проработал ну как чем по обещанию что она может рассчитывать по крайней мере на работу пенсию и так далее тут вопросов нет конечно же безусловно то есть и вообще пострадавшие люди от режима они как бы должны получать какие-то новые власти преимущества спрашивать славы марксист причем здесь марксист я как бы ну да можно сказать и марксист то есть с точки зрения науки я воспринимаю марксизм как науку реальную науку которая находит отражение в объективной реальности безусловно то есть с точки зрения экономической с точки зрения так сказать марксист к ленинской философии тут никак нет политэкономия философия их учение маркса вечно потому что она верно да потому что она маркса на самом деле а учение маркса дает ответы на многие вопросы на которые не дает ответы современная лженаука экономика которая настроена на то чтобы окрадывать людей и все поэтому с этой точки зрения конечно марксист но я как бы имею политические воззрения несколько другие экономические может быть те же самые абсолютно те же самые то есть с точки зрения экономики марксист с точки зрения политики нет пишет почему эфир в чате 2142 московское время последний мальцев жопу целует и цитирует но мальцев многих цитирует почему я его в жопу целую он как-то лежит во взале лицом поэтому я не целую его в жопу и извини я перебил да нет пишет что мы в записи мы не в записи московское время 21 43 мы читаем сообщение 20 43 да вот читаю я лига европа вячеслав как относится к блогеру камикадзе очень хорошо хочу долю газпрома хотите дальше долю газпрома должна быть у каждого гражданин россии это вот маркс гумно из человек который никогда не читал маркса безусловно даже вот кусочек маленький марки полпот и янг сари тоже были марксистами ну упаси бог вы чё какие полпота полпот маркс никогда в жизни читал там придурок такой главная идея полпота была такая чтобы три миллиона кампучийцев жили счастлива 5 миллионов нужно уничтожить но не успел 5 уничтожил только три из 8 миллионов кампучийцев уничтожил только три причем в основном врачей учителей тех кто умел писать потому что ну от них все зло было учение вот беда ученый училась вот беда учению вот причина да вот так что вы как-то это про полпота зря согласно базового законопроекта росгвардии передай передается полномочия которые были у внутренних войск мвд и спецназа эти приняли они законы сегодня такие да да такие довольны вот ковалев сказал создание росгвардии особенно актуально в свете приближения над границ мэров а чё росгвардия будет бороться с нато что нет то есть эти структуры которые сегодня жириновский об этом говорил которые созданы для того чтобы здесь в россии забыли слова революции забыли слова бунт хрен тебе жириновский в одно место чтобы у тебя штанишки не спадали забыли слова революция блять ты еще проснешься в холодном поту будешь звать мама мама блять когда когда все случится да вот расширяют право они на на применение оружия то есть вот теперь фсб и это нацгвардии могут стрелять в кого как кого в кого не лень по толпе не в топе в кого не лень могут стрелять молодцы такие вот и а еще тут у полицейских вот этих вот хотят вооружить пулеметом токарь 2 545 калибр чтобы в городе можно было расстреливать людей в большом количестве а то как-то из автоматов мало получается а вот из токаря 2 это прям нормально а еще закупят свет шумовые гранаты на 39 и 7 миллионов рублей причем цена одной гранаты 11 и 6 тысяч рублей ту уникальность совершенно мы просчитали себестоимость но она как минимум в сто раз завышена этой свет шумовой гранаты как минимум сто раз скорее больше представляете то есть там воровство конечно безумное сейчас будет с этой нац росгвардией там люди которые в стороне стояли те золотовые ну чё-то они там клевали но это же не то это же не велончели теперь они хотят это все наверстать сейчас там будут такие вещи заказывать просто в безумном количестве а тут это преподносится что это ужасно страшно вот они заказа кажут эти света шумовых гранат и победят революцию в жопу все засуньте цвет шумовой гранат мы так собственно и будем с ними поступать да и жопы будут светиться и шумеет российская будет пищалка помнишь загадка не пищи ты в жопу не лезь советская пищалка для жопа это будет российская пищалка для жопы она будет и свечой светиться и лезть и светиться и шуметь минюст не поддержал полный запрет коллекторской деятельности в россии но зачем вот коновалов выступил гать не надо запрещать правильно зачем коновалову запрещать коллекторскую деятельность хотят они взыскивать со всех и все потому что сейчас следующий вопрос будет о том что нужно будет огромное количество людей которые будут взыскивать платежи по жкх какие-то другие еще новые налоги новые подать и сборы и на всех судебных исполнителей не хватит они прекрасно понимать поэтому нужен такой отряд коллекторы это а а них видят в них своих пособников коновалов и его друг медведев они видят пособников коллекторка во всей прочей мрази ну там свой свояка видит издалека медведев призвал формировать и использовать мягкое право мягкое право это прям как мягкое введение в дау любви да вот увал володин говорил о юристах практологов а медведь медведев юрист даос да юрист даос мягкое мягкое право такое и вот к чему он отскал вообще непонятно он говорил про нормы международного права что вот когда они эти нормы соответствуют нашим законам мы их должны исполнять когда не соответствует не должны ну и наверное вот в его понимание это мягкое право такое мягкое введение дау любви молодец еще по уровню развития экономики россия занимает нас 5 место в мире ну вот так мягкое введение как раз как раз и есть 95 ну там везде 90 и места но в общем-то это неплохо я так понимаю между гватемалы и лаосом россии находятся в общем то видишь как как хорошо да и путин может это демонстрировать как победу своего режима на на над всякими непростыми вещами да такой молодец такой рядом с лаосом находится рядом с гватемалой почти что в люди вышел ну что тут сделать писаешь россия по экономике на 95 месте то есть здесь есть все абсолютно и все абсолютно здесь разворовывается вот в других странах нет нифига ничего но они находятся на первых местах по экономике а здесь есть все и находится россия в жопе потому что все украли ну надо делать выводы в россии впервые за 60 лет построят круизный лайнер да дяденька вчера сказал такой знаешь как его зовут это объединенные строительные корпорация алексей рахманов такой момент что международном форуме морской индустрии российского будут строить круизный лайнер и тут все средства массовой информации я бы про этой ничего бы и не сказал это не интересно но тут средства массовой информации все подхватили. Объединенные судостроительные корпорации намерены в 16-м году заложить на своих верхах круизный лайнер. Дальше. В этом году будет заложен пассажирский круизный лайнер впервые за 60 лет. Дальше. Крупнейший, это уже там, о праве, не говорилось, крупнейший круизный лайнер будет построен впервые. Не заложен в 16-м, а построен уже и крупнейший, обрати внимание. Далее. Россия запустит рейсы на отечественном круизном лайнере через 3 года. О чем речь вообще там? Вообще про это не говорилось. И дальше, что это самый большой будет, самый сильный, мощный и так далее. То есть, это то, о чем мы говорили, скатерть самобранка, сапоги, скороходы, все остальные сказочные вещи и персонажи, которые Путин делает, и всем от этого хорошо. Это жесть, конечно. Афина и Брюссель обсудили поставки газа в Европу через Грецию. Ну, мы давно уже об этом говорили, что азербайджанский газ через вот этот трансадриатический газопровод, ну, то есть, представляешь, вот они встретились в Салонниках и Ципрос, который там целовался с Путиным и все остальные, они, в общем-то, решили не целоваться с Путиным, а сделать газопровод 800 километров и подключиться к газопроводу из Азербайджана. Это как раз то, о чем мы говорили, а туда в азербайджанский газопровод зайдет Иран, и все, понимаешь? И на этом Путин может отсосать, но есть одна вещь, которую Путин, я думаю, обязательно сделает, какая, знаете? Что может воспрепятствовать созданию газопровода из Азербайджана? Война между Арменией и Азербайджаном, война может воспрепятствовать, война. Поэтому я вот обращаясь к Армену и Азербайджанцам, скажу, ребята, будьте бдительны, будьте бдительны, потому что дальше будет хуже. В Бонне собрались эксперты по климату со всего мира. Да, видишь, мы помним, как Путин осенью Гоголем ходил в Париже, где разрабатывалось соглашение по климату, и вот тут он должен победить Обаму с его климатическими какими-то делами. Путин должен быть главный. И, обратите внимание, не находится ни одного человека, то есть Обама главный защитник климата, Путин главный защитник климата, и не находится ни одного человека, который бы сказал, что от вулканической деятельности проблемы гораздо больше для изменения климата, чем от человеческой деятельности. И этот вопрос как-то надо решать, вот именно этот, по сокращению, ну, сократите вы выбросы, и что? Что вы измените? Там какой-нибудь вулкан этот опять хуй на пути, на который в Перу, да, плюнет, и все, и нормально. И там минус 4 градуса по Цельсию сразу. И видимость никакая. Это же мы говорили об этом еще, по-моему, с полгода назад, о том, что это такая определенная политика защиты экологии, то, что у нас особенно Путин, главный эколог, который защищает повсюду экологию, закрывает все предприятия, просто потому что нет денег их содержать, нет денег содержать сотрудников, и покрывает это защитой экологии. Не, ну да, еще есть интересная тема, связанная с тем, что, значит, можно открывать любые вредные производства, ну, как здесь цианид натрия, и балансировать, то есть, говорить, антропогенная нагрузка небольшая, потому что других закрыли, закрыли там три пекарни, грубо говоря, открыли цианид натрия, все нормально. И он, это производство не выбрасывает ядовитые вещества в атмосферу. Вот представь, знаешь, какая мысль была главной при открытии производства цианиды натрия? При производстве нейтрилоакриловой кислоты выделяется синильная кислота. Ее надо сжигать. При сжигании образуется тепло, которое попадает в атмосферу, углекислый газ, который является парниковым, ну и, соответственно, вода, да? Вот, а поэтому лучше не сжигать, а сделать из синильной кислоты производство цианиды натрия, и это будет полезное производство. Безопасно, да, безопасно. То, что куча народа уже померла, куча народа заболел, это пофигу. Но вот атмосферу зато не подогрели, хотя рядом стоит факел, который греет атмосферу, и это нормально, ничего страшного, да? Вот этот факел не горит. Генерал НАТО предрек ядерную войну с Россией. Да, сейчас вокруг это вот такие гонки. И шериф такой, Ричард, бывший заместитель командующего союзными войсками в Европе, сказал, что, значит, война, возможно, ядерная. Ну, об этом мы говорили еще в 2014 году, да? Что, возможно, слава богу, сейчас генералы стали об этом говорить. И тут всякие пушковы заявили, что на работу в НАТО берут одних безумцев. Представляешь, вот такой. Умный пушков, да, и такой безумный генерал. Да нет, конечно, война не просто возможна, она в настоящий момент обязательно произойдет. Обязательно будет ядерная война, если не принять мер. Если будет Путин, обязательно будет ядерная война. Он будет, он двигает это. Представляете, то есть, вот два варианта поведения НАТО. НАТО ничего не делает. Тогда Путин нападает на НАТО. НАТО препятствует и расширяется. Тогда Путин тем более нападает на НАТО. То есть, в любом случае, Путин сделает первый шаг. В любом случае, все человечество сейчас зависит от того, что он может нажать кнопку в любой момент. И это не безумие. Пушков не считает это безумием, что один человек может уничтожить творение. А то, что об этом говорит генерал этот НАТО, слава богу, да, это вот безумие. Это ты, Пушков, безумец, что служишь такому кренделю. Да, на самом деле опасность очень великая. И если, ну, среди, так сказать, американских товарищей будет устойчивое вот это мнение о том, что Вова может уничтожить творение, может, они что-то начнут делать тогда. Потому что они ничего не делают, чтобы сохранить мир. Ничего. Они думают, что они усиливают НАТО и этим сохранят мир. Они этим льют только на мельницу Путина воду. Он рассказывает, вате, какие они злодеи и еще больше ерица. Трамп готов вести переговоры с Ким Чен Ыном. Вряд ли будет война с применением ядерного оружия. Она обязательно будет. Она обязательно будет. Вы что, не понимаете, что ли? Это уже закономерно. Единственный путь остановить ядерную войну, это чтобы не было Путина. Любым путем. Потому что этот человек обязательно начнет ядерную войну. Можете даже не сомневаться. Какой у него еще путь есть? Вы посмотрите. И вообще, что его может остановить? Мы об этом говорили. Его ничего не может остановить. Что, у него есть Ямантал, он может куда-то закопаться. Я не знаю, какие мысли у него в голове. Я не хочу быть зависим от одного Путина. С какой стати? Да, извиняюсь. Что ты говоришь? Трамп готов вести переговоры с Ким Чен Ыном. Да, вот тоже. Еще один придурок. Трамп с Ким Чен Ыном готов вести переговоры. О чем можно договориться с Ким Чен Ыном? Вот о чем он хочет вести переговоры с Ким Чен Ыном? Это нет ни одной темы. О том, что Ким Чен Ын должен отказаться от ядерного оружия, никогда в жизни он не откажется. Он понимает, что вот эта атомная бомба, она его защищает. Его власть, она так же, как власть Путина, защищает здесь ядерное оружие. А о чем еще? О том, чтобы ему там овса накинуть побольше этому Ким Чен Ыну. Об этом будет Трамп говорить. Вот Трамп ужасный, конечно, товарищ. У него абсолютно нет четких принципов. У него нет четкой системы взглядов. И самое страшное, Трамп непредсказуем. Для политика это ужасно. То есть у него нет... Человек уже взрослый, достаточно, уже старый человек, а у него нет системы взглядов. И эта система взглядов сейчас меняется под напряжением предвыборной кампании. В результате напряжения она меняется, становится уродливой. Так у него были какие-то свои заблуждения, свои представления, там в том числе и о Путине. Вот он заявил, что настроен на прагматику в переговорах с Россией, и что похвалы Путина не помогут России на переговорах с США. То он любит Путина, то он не любит Путина. Я понимаю, он хочет выиграть выборы и готов говорить все, что угодно. Но он-то говорит то, что думает. А думает он абсолютно противоречивые вещи. А в связи с этим он непредсказуем, поскольку у него нет системы мировоззрения. Вот журналист Вашингтон-Пост съел газету из-за победы Трампа. Поспорил, что Трамп не победит. Трамп победил, он сожрал газету. Молодец. И Трамп сказал, что отношения с Кэмероном вряд ли будут теплыми. Мой ученый говорил. И оскорблен он словами мэра Лондона о невежестве. То, что он там про мусульман как-то не так сказал. Кто-то его обвинил в невежестве. И среди однопартийцев владелец казино очень серьезно у 100 миллионов пообещал Трампу на предвыборную борьбу. Дело даже не в деньгах. Дело в том, что в любом случае Трамп представляет республиканцев. А значит как-то они будут объединяться. Хотя не все. И вот Кэмер Симпсон, кто знает такого персонажа, пообщался в связи с своим 60-летием. Вот он пообщался с поклонниками в прямом эфире в США. Очень интересная тема. И сказал, что он такой же как Трамп, только значит отличается количеством волос на голове. Кэмер Симпсон. Очень интересно. Интересно, а какой аналог вот в России может быть? Представляете, в день рождения, например, чебурашки или крокодила-гены. Они вырут в прямой эфир и скажут, что они такие же как Путин. И отвечают только размером ушей. Я не знаю, что это вроде. А размер ушей это хорошо. Чебурашка такой же как Путин. США победителю реалити-шоу заплатит 1 миллион долларов за секс в прямом эфире. Да, ну это такой шаг вперед. К этому можно относиться очень негативно, конечно, но этого еще не было. Потом в реалити-шоу будут в прямом эфире убивать. То есть мы придем к тому, о чем фильм. И помнишь, как этот бегущий человек, что в прямом эфире приговоренных к смерти убивают. Ну или там они как-то должны выкрутиться. Томас Мэнинг из Галифакса стал первым пациентом в США, которому была проведена трансплантация пениса. Интересная вещь, представляешь, вот в США трансплантацию пениса произвели, а до этого такую операцию в ЮАР произвели, и там все получилось. Причем все работает, как в том анекдоте. И я думаю, что в будущем это вообще будет косметическая операция, как в том же анекдоте. Он говорит, доктор, пришейте назад мне большой член, а я его собаку выкину. Помнишь, когда мужик приходит, говорит, доктор, у меня такой голос хочет, говорит, вам голосовые связки член оттягивает. Посмотрел, там вот такой вот, отпахает. Он говорит, доктор, пришейте мне назад, а я его собаку выкину. Так вот и здесь будет, я думаю, что косметическая такая операция. Знаете, что печально в этой новости? Что? То, что наш российский и нами очень любимый депутат Хуйдяков мог войти в историю и оказаться на месте этого американца. Мы же ему обещали проблемы с пенисом. Ну, я думаю, что они у него уже есть очень большие. Ну вот, но понимаете, вот он мог войти в историю, как первый человек, который пересадился, но в историю он теперь не войдет. То есть даже если он решится на пересадку, то уже будет вторым. Всемирная организация здравоохранения заявила, что Пакистан может побороть полиомиелит за пару месяцев. Уникально. Представляешь, в Пакистане полиомиелит. То есть то, с чем можно бороться при помощи денег. Вот говорит, вот за деньги здоровье не купишь. Вот здесь реально небольшие деньги для того, чтобы приобрести вакцину, да, и раздать эту вакцину детям. Ну, почему-то никто этим не занимается. И, в общем-то, там фактически эпидемия полиомиелита. И не только в Пакистане. Это и Афганистан, это Таджикистан. И, то есть, некоторые, так скажем, азиатские страны бывшего СССР. В госсекторе Танзании нашли 10 тысяч мертвых душ. Да, то есть, видишь, в Танзании замечательно люди получают, не люди, а мертвые души получают заработную плату, а их нет там. Ну, в России, я думаю, сейчас то же самое начнется, потому что денег все меньше и меньше. Сейчас в муниципалитетах вообще платить не будут, в госсекторе будут платить время от времени. Так нечасто, да, поэтому руководители начнут принимать на работу большое количество мертвых душ. Очень большое, чтобы хоть как-то раз, один раз там деньги получил. Ну, все нормально. Слава, будь серьезный. Обязательно. Что-что-что-что-что. Нормально так, серьезный. В Тихом океане бесследно исчезли пять островов. Да, уровень океана поднимается. Сейчас, представляешь, кто-то, может быть, решил, что там Путин проплывал, поэтому пять островов исчезли. Но на самом деле нет. На самом деле поднялись воды, поднялись. А Путин, конечно, да. Если бы он там и проплывал, исчезли бы как минимум десять островов. Спутниковые снимки поверхности Земли помогли 15-летнему школьнику Уильяму Гадуре из Квебека, Канада, обнаружить затерянный город Майя. Да, вот сейчас, между прочим, идут споры, потому что некоторые специалисты говорят, что это археологи, что это никакой не город Майя, а заросли конопли. То есть, это марихуана. И вот сейчас очень, во что это выльется, я не знаю, но я так понимаю, что кто-то туда же экспедицию пошлет, и мы поймем, что либо это город Майя, либо это коноплю, кто-то марихуану выращивает. Будет очень смешно и интересно, я прям жду, когда же скажут, что это такое. Там фотографии, а они у нас что-то не прошли, вообще интересно, там прям похоже на город Майя, но и на коноплю похоже. А вы знаете, что по этому поводу даже российские ученые свою позицию высказали? Знаете, как она звучала? Им задали вопрос журналистам, как они относятся к этому открытию, и они сказали, что знают о городах Майя намного лучше американских школьников. И, наверное, это должно было, представляете, заголовок, российские ученые знают о городах Майя намного лучше американских школьников. Наверное, это должно вызывать патриотизм, гордость. Академики, российские академики, они более образованные, чем американские школьники, да, это безумие. Это вот что у людей в головах, да. Потом, ну что там, сейчас мы, наверное, или будем все уже. Давай добьем тогда все, что там, какие новости у нас. Ученые нашли останки морского динозавра-вегетарианца. Да, видишь, вот фотографий нет такой, голова-молот у этого динозавра. Очень интересная эта вещь, он 242 миллиона лет назад обитал, и такой похожий на нашего чиновника. У нас половина чиновников, голова-молот, да, как у того динозавра. То есть, они, наверное, вот от этого как раз динозавры и произошли. Швеции не дали усыпить 50-летнего попугая-кину-звезду. Оказалось, что там нечем кормить этого попугая. И немцы забрали в свой зоопарк попугая, который в Пеппе Длинный Чулок снимался в шведском фильме. И как-то вообще странно, вот с этими всеми животными, желание такое их усыплять, 50-летнего попугая, там какого-то 7-летнего жирафа и так далее. Мне кажется, там не все в порядке с головой у этих защитников животных, которые в зоопарках. И при этом мы уже высказывали мысль, что это какая-то, может быть, вообще такая сатанинская акция по уничтожению животных. Просто странно очень. Стоматолог, лечащий людей, был приглашен для того, чтобы удалить коренной зуб слонихи. В Великобритании. Представляешь, стоматолог зуб коренной утолял слонихи при помощи там всяких дрелей и так далее. Интересная, в общем, операция. Стоит посмотреть, там видео есть очень неплохое. Посетители ростовского зоопарка насмерть закормили зубра. Нет, вот такие про животных очень много. Сейчас новостей идет. И вот в ростовском зоопарке зубр помер, потому что у него какое-то немыслимое количество, десятки килограммов овощей, фруктов, мучных изделий, чипсов и жевательной резинки обнаружили в животе. Но иногда обнаруживают у животных мячики, еще детские игрушки и так далее. Особенно это у носорогов, слонов. Бывает что. Может быть, конечно, я говорю про другого животного. Но нет, скорее всего, все-таки про дно. Вряд ли они в одно и то же время умерли. Несколько дней было назад новость о том, что тоже какое-то животное до смерти закормили пасхальными куличами. Ну, я думаю, что здесь тоже. Я думаю, что это, в общем-то, оно и есть. Там вскрыли желудок, и оказалось, что там какое-то немыслимое количество пасхальных куличей. А животному противопоказано сладкое, тем более в таком количестве. То есть попросту кишечник не переваривает. И, в общем-то, зверюшка померла. Вот такая печальная история. В Японии исчезнет услуга полет со студентками, представляешь? То есть была такая. Но это не интимная услуга, это просто студентка летит с тобой и так далее. В общем-то, сидит, разговариваешь там и так. Я не знаю. То есть вот, но какие-то пришли люди, которые сказали, как, знаешь, пришел уже Ржевский и все опошлил. Да, так и здесь какие-то пришли и сказали, что нельзя со студентками. Это сексизм такой. То есть ни в коем случае. Вот когда говорят про сексизм, есть такая данность, что есть мужчины на земле, есть женщины. Вот что бы они ни пытались сделать. Да, они равны, они там как угодно в правах, в чем угодно равны. Но они не равны в любом случае. Я не говорю, что кто-то лучше или кто-то хуже. Но есть мужчины, есть женщины. И с этим надо как-то мириться. И поэтому я вот, как-то меня всегда очень сильно удивляют такие вещи, которые, ну, это сексизм, поэтому это нельзя. Может быть, по какой-то другой причине. Вот с нашей точки зрения, с русского человека, да, но это немножко аморально, да, вот это вот. Но не из-за сексизма. Вячеслав, зачем вы пугаете ядерную войну? Я не пугаю. Я никого вообще не пугаю. Я называю вещи своими именами. Мы сейчас наиболее близки, гораздо ближе, чем в советский период к ядерной войне, потому что решение принимает один человек. Вот это страшно. Что у нее там в голове? Вы знаете, я нет. Вернее, я знаю, что там мусор у нее в голове. Поэтому кто вас пугает? Я вас ничем не пугаю. Как это, помнишь? Они говорят, что принцесса умрет. Они меня пугают. Они говорят, что принцесса умрет. Помнишь, в обыкновенном чуде? Я не пугаю, я констатирую факт. Что мне вас пугать? Шотландцы задержали за зигующего мопса. Ну да, там тоже информация такая была. Фотографию надо было приложить. Там мопс зигу эту показывал. И шотландца задержали. Теперь его судят, бедолага. А это он так шутил. Он там кричал, что какой-то, в общем-то, ему выкрик. И он этот мопс зиговал. А еще в Китае вот пару покойников поженили. Оказывается, в Китае нельзя, чтобы покойный был не женат. А то плохо там на том свете будет. И тут кармические все дела. И поэтому, если кто-то умер, то стараются найти покойницу за деньги. И на ней поженить. А так как женщин там меньше гораздо, чем мужчин. Соответственно, это очень дорогое удовольствие. И женят с мужчинами. Да, нет. И пишут, что под эту голову даже заказные убийства совершаются. Чтобы кого-то шлепнуть и поженить после смерти. Представляешь, какая прелесть. Так, сейчас еще чего хотел. Ну, надо уже на вопросы отвечать. Так, давай ответим на вопросы. А, ну еще вот Twitter перестанет учитывать ссылки и картинки. То есть 140 знаков теперь без ссылок. Раньше достаточно сложно было. Ну, хотя 140 знаков мне всегда хватало. Когда я в Twitter писал, я почти год назад прекратил этим заниматься. Надо. Каждый раз мы говорим, надо, надо. И не хватает. Днем просто не хватает времени на это. Вячеслав, что случится с системой ЕГЭ и ОГЭ после 5.11.11.17? Ну, ее просто не будет. Потому что она абсолютно не нужна. Я думаю, что за это проголосуют абсолютно все. Сколько потребуется бойцов в 2017 году? От одного до бесконечности. Тут же понятно, что от одного до бесконечности может потребоваться. Может и один боец это все решить, если он стоит за спиной у Вовы с пистолетом. То есть, если это кто-то из ФСОшников. Я вполне это допускаю. Хотя это не самый лучший вариант развития событий. Но я тоже допускаю. А мы новость сегодня пропустили одну. Весь состав Мариинского оркестра, сыгравший в Пальмире, награжден боевыми медалями. Да, представляешь, какие воины. Воин-вилончелист. Ралдугин такой. Воин-вилончелист. Генерал виолончельных войск. У нас есть в Саратове один деятель, который любит занимать какие-то должности и шить себе костюмы. Принимает первую очередь. В первую очередь принимает постановление, что у его должности должны быть официальные мундиры, погоны и так далее. Надо теперь Ралдугину тоже подписать какое-нибудь постановление о том, что у них должны быть эти погоны, что они генералы виолончельных войск. Здесь кон генерала, там кто-то офицеры вилончелисты. С вилончелями только на этих петлицах. Да, да, как звездочки в виде вилончели. Золотые вилончели. Как собирается бороться с армией Путина при революции? Ну, вообще-то это наша армия российская. Я думаю, что она во время революции будет бороться с Путиным в том числе. А вы зачем армию от народа отделяете? Вы их спросите. Я очень часто общаюсь с армейцами. Они, да, у них даже и мысли нет в том, что они будут когда-то Путина поддерживать. Ну, а почему армию уничтожал? Потому что просчитывал все эти варианты. Мы помним, что в 2003 году, когда был, ну, там всякий, ну, не в ЦИОМ, я так понимаю, что этим ФСО занималось. Или ФАПСИ, кто-то провел исследование социологически в армии. И задавали вопрос, готовы ли они с оружием в руках бороться против действующего режима. Тогда 38% сказало «да». Это военнослужащих. После этого действующую армию фактически под ноль зарезали, потому что они понимали, что это их враги. Так что, ну, она как-то изменилась. Они откуда-то с Марса, что ли, военнослужащих привезли. Они также те же самые. Ну, в смысле, может быть, это другие люди, но это те же самые люди, а у них абсолютно такое же мировоззрение. Вячеслав, какую личную ответственность вы несете в случае провала 5-го, 11-го, 17-го? В случае провала? Ну, я думаю, что в случае провала ответственность будет полной. Как же вы думаете, кто-то, кто-то, если мы проиграем, то те, кто победят, навряд ли нас пощадят. Даже у меня нет ни одной мысли на этот счет. Я на это, в общем-то, и не рассчитываю. Но, честно говоря, я этого и не боюсь. Что будем делать с мигрантами? Каково количество нашей армии? Ну, различные источники дают до 600 тысяч, ну, 500 там с чем-то. Ну, уж понимаете, если там 100 тысяч призывников в этой армии, какое-то там количество, 180 тысяч, это всякие контрактники, прапорщики и так далее. Я не знаю, откуда они столько набирают, но и понятно, что оттуда включают они внутренние войска. Если мы посмотрим, то получается, что половина людей в армии – это небоеспособный состав. То есть, это те, которые просто занимаются обслуживанием каким-то. Ну, посмотрите, если взять Министерство обороны, само Министерство обороны, там битком набитое людьми, которых никто не скорочает, а зарплату поднимают. Ну, что, они воевать, что ли, смогут? Там либо бабы, либо пузатые, там либо, ну, в общем, понятно, кто. Поэтому реально боеспособных войск не так много. Но, я опять же повторяю, чем больше боеспособных войск, тем больше нам помощь. Почему? Потому что все боеспособные войска, естественно, будут на нашей стороне. Слава, ты понимаешь, что праймерис на волне перемены могут быть фальсифицированы. Что думаешь по этому поводу? Если я, я, конечно, понимаю, но если, представляете, я вам сейчас начну говорить, что такое возможно, то, а вдруг этого не будет, а вдруг их не фальсифицируют, да? Тогда получится, а мы будем думать, что могут фальсифицировать и не будем участвовать. Поэтому я предлагаю посмотреть, попробовать и так далее. Мы видим, что сейчас по многим, на многих ресурсах проходят выборы президента Российской Федерации, да? И вот меня сегодня Сергей очень сильно удивил, найдя несколько таких ресурсов. И, как оказалось, на всех ресурсах я побеждаю как кандидат. Ну, в общем-то, это неплохо. А почему нет? Почему бы здесь не попробовать, да? Ну, и мне кажется, что все-таки, если такое случится, да, и праймерис будет фальсифицирован, то нам это даже, можно сказать, на руку. Как бы это, может быть, парадоксально не звучало. Потому что, если сейчас есть какая-то группа людей наших сторонников и группа людей, которые к нам относятся настороженно, то если праймерис со стороны Парнаса будут фальсифицированы, то люди, которые будут настороженно к нам относиться, они, наоборот, более лояльно к нам будут относиться. Потому что, ну, если уж с нами таким образом, да, откровенно, нечестно играют, то, наверное, мы представляем какую-то действительно силу и, в общем-то, с нами будут считаться. Ну, мы, конечно, будем надеяться, что этого не случится. И вообще нужно относиться к Парнасу все-таки, ну, как к каким-то нашим сторонникам. К союзникам, конечно, безусловно. И не нужно, как бы, лишних врагов. Симмунизировать не надо, да. И лишних врагов в нынешних условиях уж точно искать не нужно, у нас их хватает. Да, поэтому наша задача, наоборот, всех объединить. Я в этом только свою задачу вижу, в том, чтобы объединить. Если кто-то думает, что Малькс видит свою задачу в том, чтобы сделать в одну харю революцию, не получится сделать в одного. То есть нам нужно всем объединиться. Вот спрашивают, тут говорят, что СОБР и ОМОН будет стрелять в народ. Я вас очень сильно удивлю, если вы узнаете, что многие очень серьезные руководители СОБР, фанаты нашей программы, постоянно нас смотрят вместе с семьей, и всячески поощряют, и обнимают, и целуют меня, встречая на улице, говорят, вот он наш кумир, вот он наш молодец и так далее. Давай, давай. Поэтому вы немножко абстрагируетесь, вот находясь в информационном мире, вы вернитесь на землю, и поймите, что эти же руководители, они живут здесь же, в нашем мире, они ездят туда, на Северный Кавказ, им там приходится воевать, в том числе, подставлять свою башку, они видят, что происходит в окружающей реальности, у них есть мамы и папы, которые получают мизерную пенсию, которых обманывают, и им присылают на коммуналку, и они видят, какие рожи, собирают деньги за капремонт, и все такое, они все это видят, они что ж, дурачки что? Они не дурачки, поэтому давайте не будем их тоже, в том числе, демонизировать. Есть определенные категории, да, таких вот верных упырей вове, да, ну, я не знаю, они тоже неслабоумны. Посмотрим, как они поступят. Если мы будем сильны, я уверен, что они будут громче всех кричать, как они больше всех любят революцию. Поверьте. Вячеслав, как вы относитесь к национал-социалистам, ведь мы будем с вами по одну сторону баррикад? Ко всем, кто с нами по одну сторону баррикад, мы относимся весьма положительно, поскольку вот когда говорят о национал-социалистах, то вы представляете, это какая влиянность совершенно разных мировоззрений. Вот когда один высказывает мировоззрение, совершенно противоположное другому, и те, и другие называют себя национал-социалистами, потому что так модно себя называть, да? Поэтому у нас сейчас единственное мировоззрение должно быть общее и заключается в том, что дальше в России так жить нельзя. Нам очень плохо здесь русским людям, и не только русским людям, но и всем остальным гражданам России. И поэтому для всех граждан России, ну, конечно, и для русских, мы хотим лучшей доли. Вот и все. То есть в этом мы едины. И либералы, и национал-социалисты, и какие-то ультраправые, совершенно там невероятные какие-то, которые на поверку все равно оказываются более нам приятными, и более нам понятными, чем те, которые служат Путину. Вот их я уж вообще не понимаю. Не, ну я понимаю, если они там дураки, ладно, они там не врубаются. Если они предатели, хотят уничтожить Россию, тоже я понимаю. Если они там, как некоторые совершенно ничтожные люди, получили кусочек, вот как эти вот казаки, которые на Навального им там денежку платят, тоже они понятны, ну, ничтожные, но получают какие-то денежки и так далее. Но есть же совершенно необъяснимые какие-то ребята, и их такая достаточно большая категория, которые вот они за действующие режимы, за Путина. У них ни работы нет, там, ни пожрать нет. И мозг есть, они как-то анализируют, они там слушают этого вот Федорова, так что-то, они слушают там Киселева, и у них как-то какое-то свое мировоззрение родилось. Причем система очень стройная. Вот они совершенно для нас непонятны, и они для нас опасны, очень опасны, имейте в виду. И когда все начнется, вот этих людей, таких как вот этот атаман-трансвестит, и таких как вот эти, мы должны нейтрализовать самыми первыми, чтобы они вообще, вот они могут зажечь гражданскую войну, вот они могут поджечь, поэтому их нужно будет нейтрализовывать в первую очередь, просто, сразу и очень жестко. Так. Спрашиваю, в 2013 году вы говорили, что Крым надо забирать, как это покомментируете? Это было не в 2012 году. В 2013 году. А? В 2013. Это было году у нас, целый месяц мы вели дебаты по этому поводу, и мы уже говорили на эту тему миллион раз. Два миллиона. Два миллиона раз, что целый месяц, для нас было очень сложно, для меня лично это все пережить. У меня папу из партии выгнали в свое время за то, что он написал статью о Хрущеве, что тот вот придурок, что отдал Крым, понимаешь? И вот как-то это такое было семейное дело. Я первый раз ощутил наружное наблюдение еще в утробе матери. То есть, гэбуха, посла, реальный и так далее. И папу прессовали, и потом выгнали из Москвы. И он в Министерстве внутренних дел, в Академии работал. Представляешь, в Академии Министерства преподавал, его выгнали из Москвы, потому что вот он такой против советской действительности. Он такой диссидент. И, конечно, для меня это очень сложный вопрос был. И я счастлив, что я принял правильную сторону. Я просто счастлив. То есть, я сделал все правильно. Долго это было с болью. Это был очень серьезный процесс. Но мы говорили, сейчас передергивает, мы говорили несколько о другом. Мы говорили о том, что когда был Майдан, мы говорили, что в Крыму должен быть свой Майдан. Мы говорили, что это возможность сейчас решить безболезненно, поддержав вот это движение народное, решить безболезненно очень многие вопросы. А противопоставляя, невозможно решить вопрос никакие. То есть, переходя на сторону Януковича, там и так далее, то есть, те жители Крыма ставят себя в заведомо худшее положение. И в том числе, и вот жители ДНР и ЛНР. Ну, видишь, тогда как-то, может быть, нас никто не услышит. Поэтому, вот, какие-то резкие высказывания, выдернутые из контекста, я думаю, не имеет смысла их как-то вот везде вставлять и так далее, потому что они не совсем точны. Это рассуждение вслух. То, что происходило в течение месяца, это рассуждение вслух. Но, к тому же, в этих рассуждениях уж точно речь не шла о конкретно таком, как было сделано заходить. Нет, безусловно. Вообще, то есть, если говорили, мы говорили о том, что власть принадлежит народу, в том числе, на той территории, на которой он живет, безусловно. То есть, кому принадлежит власть в Крыму? Тем, кто живет в Крыму. Но мы далеки от мыслей были, что нужно Крым делать путинский. Что власть в Крыму принадлежит Путину. Так и далее. Какие еще вопросы? Что будет с Жириновским? Да ничего мы говорили. Ну, а что с ним будет? Ничего с ним не будет. Конечно, от него было очень много вреда. И правовую оценку этому, я думаю, стоит дать. Ну, он уже совсем старый, сам подохнет. Так что, я не думаю, что имеет смысл с ним что-то какое-то конкретное судилище. Нам достаточно много народу придется осудить. Хотя, многие не согласятся с этим. Мне кажется, лично мое мнение, что его можно официально совершенно отправить в Брюссель, поставить его на центральную площадь и уехать, и все. Вспоминаем разговор, да, о том, что он сказал, что умирают люди в Брюсселе, это нам на руку, пусть продолжают дохнуть, там, взрывы в Европе, это на руку России, и так далее. Посмотрим, что в Брюсселе с ним сделают после этих слов. Вот родственники погибших, да, во время терактов, что они сделают Дживеновским, который сказал, что теракты это выгодно и для России это хорошо, пусть подыхают. то есть совершенно как бы предоставим, вот она, воля народа, предоставим его воле народа. Вячеслав, что ждет Министерство спорта? Развитие, спорт, физкультуру ждет, конечно, после революции всегда развивается и спорт, и физкультура, самая главная физкультура. Почему-то мы заточены на спорт, а надо затачиваться именно на физкультуру, на развитие, на поддержание здоровья всего населения. И к этому нужно стремиться. И это должно очень хорошо финансироваться. То есть у людей должен быть стимул быть здоровыми. Не курить, не пить и так далее, не употреблять наркотики. И здесь нельзя обратным путем это решить. То есть нужно стимулировать здоровый образ жизни, а не наказывать за нездоровый. То есть вот путинская система, любая фашистская система, она наказывает за нездоровый образ жизни, а нужно наоборот пропагандировать здоровый. Да, что-то... И не жевать камыш тоже обязательно. да, да. Турник в каждый двор, да, как этот говорил покойник, как его, господи, Трахтенберг, да, что если бы от физкультуры была хоть какая-то польза, то в каждой еврейской семье висело бы по три турника. Вячеслав, были ли вы в селе Собурово? В Собуровке, имеется в виду Собуровка, конечно, бывало неоднократно и много раз, и это село имеет непосредственное отношение к моим корням. Очень часто рассказывают, что название села произошло все краеведы от воеводы, который был в Саратове, Собуров, но никто не говорит, что село Собуровка появилось раньше, чем воевода с фамилией Собуров, да, совсем по другой причине это село было у нас Собуровка, да, и назвали его мои родственники, так, поэтому я имею отношение к этому селу. Что будет с Нодовцами и Федоровым? А ничего, но они вылечатся, они будут самыми нашими главными, этими, мы уже говорили, они будут бить себя в грудь, и будут самыми главными патриотами, им расскажут по телевизору, что Путин все украл, что эти и все, нет вопросов, как бы сам Федоров им все это не рассказал, когда все случится, поэтому все эти Нодовцы, они будут ходить стройными рядами и кричать, и вы еще будете говорить, да надоели они, блин, эти революционеры поганые, замучили нас уже. И будет уже, еще будет вопросом, как оградить фигурантов уголовных дел от этих Нодовцев, чтобы эти же Нодовцы их и не порвали. Да, да, это особенность такая, поэтому мы вот это прекрасно объективно как бы понимаем. Были ли в Северодвинске? Нет, не был в Северодвинске вообще, там на Кольском полуострове и на ой, на этом в Мурманске и в Архангельске, в общем, в тех местах и на Кольском полуострове и на той части, которая Архангельск, он как место находится, где Двина, где Котлас, Архангельск, как все это место называют, ну, в общем, Архангельская область, конечно, я не был ни на Кольском полуострове, ни в Архангельской области, ни на Ямале, ни на северах, хотя очень... Только в Соборовке, а? Только в Соборовке. Ну, не только в Соборовке, а даже на Дальнем Востоке был, представляешь, во Владивостоке. голову. Что делать с азиатами, гражданами РФ, которым Путин раздал гражданство? Ну, что мы, конечно, по гражданству будем проводить очень серьезную ревизию, безусловно, очень серьезную ревизию, но, как вы понимаете, значительную часть мы, ну, так скажем, не то, что лишим гражданства. Мы не будем никого лишать гражданства, метод будет очень простой. Мы создадим новое государство, назовем его там, да как угодно, Русь назовем его, да? Выдадим паспорта Руси определенной категории граждан. Другая категория граждан этих паспортов может не получить по причине того, что у них есть своя собственная, свое собственное государство какое-нибудь и так далее. То есть, поэтому вот этот вопрос, он не очень сложно решаем, но не хотелось бы обижать лишних. То есть, масса людей, которые, вот как вот этих, вот которых там побили сейчас на кладбище, потом куда-то погнали их и так далее. То есть, масса людей, которые приехали, получили за копеечку, а может быть и не за копеечку, это гражданство, трудятся и так далее. И ревизия будет стоять в том, но человек в 2003 году приехал, до 2017 года пахал, как папа Карла, не совершал никаких правонарушений, не курил куришку, не бухал бухашку, ничего нам его трогать, зачем? Ну, пусть он работает, зачем он нам нужен? Если он, да, он приехал, торговал наркотиками, конечно, мы его отсюда вышибем и быстро вышибем. Если он вел паразитический образ жизни, зачем он нам нужен? Ну и так далее. А если это работяга, который трудится, ну, что нам его мучить? Время? Да. Спасибо большое за то, что вы нас слушаете. Просим вас регистрироваться на канале Артподготовка, на нашем запасном канале Безумная Гретта. Там ролики мы выкладываем, вы их можете тоже распространять, эти ролики. И плюс, значит, просим регистрироваться на Волне Перемен и агитировать. Помимо того прочего, прошу вас всех агитировать за голосование на праймере с Волне Перемен, за голосование за Мальцева. Да, и у нас, как мы уже сказали в начале, повторимся еще раз, появилась страница ВКонтакте. При желании вы можете добавить туда в друзья. Если вы не хотите там каким-то причинам добавляться в друзья, вы можете не добавляться, но следить, наблюдать, что там происходит, то есть информацию получать, страница открытая. И там в самое ближайшее время появятся агитационные материалы к предстоящему праймеру за Вячеслава Мальцева. Собственно, призываем вас и в сети интернет, и может быть среди друзей, родственников, у кого какие возможности есть, эти агитационные материалы распространять. Да, и вот пишет, Слава Парнас не регистрирует. Да, некоторые пишут, что не могут зарегистрироваться как-то, Сереж, вот... Ну, это в частности мы уже выяснили, в частности, большинство, там 90% таких жалоб, это жалобы из Крыма и из Севастополя, которые действительно не регистрируются. Ну, как же оно есть, я даже зарегистрирован от Крыма и от всей этой вот... Второй, у меня первый Сарат, Саратская область, а второй Краснодарский край, Крым там и так далее. Ну, вот большинство проблем возникает почему-то именно оттуда, какая-то техническая проблема, может быть, проблема с сайта, еще чего-то. Ну, я не знаю, насколько это честно, но, наверное, честно мы можем об этом сказать, что вы можете просто зарегистрироваться, указать другой город, да, например, соседний, там Краснодарский край, я не знаю, любой другой город и, в общем-то, проблема будет решена. Ну, и опять же, у нас есть страница соцсети ВКонтакте, есть электронная почта, если у вас какая-то проблема все-таки достаточно крупная, вы не можете зарегистрироваться, попробуйте написать нам, может быть, мы как-то постараемся помочь. Хотя тоже за сайт отвечаем не мы, и мы, в общем-то, имеем такие же права, как и вы, и у нас, в общем-то, мы тоже наблюдаем только за этим процессом. Слава, был ли ты на концерте Роберта Планта? Нет, к сожалению, Планта у меня один из любимых певцов, так скажем, и составил Эдзеппелин, и Сольно, и не был я на концерте Планта, но слушал много. Роберт Планта, это, конечно, нечто. У нас менялись реквизиты, будьте внимательны. Да, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Продолжение следует...